Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению Дунцовой, якобы из-за ошибок в документах. В России журналистки Екатерине Дунцовой отказали в праве регистрировать инициативную группу по выдвижению президента России. В этом субботу, 23 декабря, сообщила российская служба BBC. Коммунисты России Зюганов раскритиковал молодое поколение и поддержал кандидатуру 75-летнего депутата Харитонова для выдвижения в президенты. Это даже какую-то миниатюру напоминает, комедийную. «Харитонов, ты идешь в президенты», говорит ему Зюганов, который сам в президенты уже идти не хочет. Он уже, ну зачем, трепыхание. И последняя информация, Гиркин, он же Стрелков, он же военный преступник, тоже якобы собирается баллотироваться в президента Российской Федерации. Там еще про Явлинского вроде как была новость, мы ее с вами уже обсуждали давным-давно. Ну вот эта вся имитация, вот мне больше лучшего слова не подходит. Такая игра в кальмара, ну при этом все знают, кто будет кальмаром в следующие 6 лет. Ну вот этот процесс имитационный, для чего-то этот танец с бубном происходит. По Дунцовой, Дмитрий, вы думаете, есть там какая-то, хоть какая-то вероятность, что она не проект Кремля? Когда вы говорите «баллотироваться», слово произносите, я сразу думаю, это от слова «болото». Потому что Россия это вообще, это болото, большое болото и болото. Вот баллотироваться от слова «болото». Теперь вспоминаю кандидаты, вы говорите. Я тут же вспомнил «День выборов», художественный фильм. Кстати, я советую всем посмотреть «День выборов» и «День выборов 2». Это просто такая яркая пародия на Россию. К сожалению, разочаровали Дмитрия и «Квартет И», которые были авторами этого фильма, и «Шнуров», который написал вот эту песню. Они могут тысячу раз разочаровывать, кино снято, и кино является чистой пародией на Россию. Так вот, в этом фильме «Шнуров», который еще тогда не оскотинился, поет замечательную песню «Выборы, выборы, кандидаты». Дальше по тексту. Это о сегодняшнем дне в России. Кандидаты там все вот такие, как пел Шнуров. Значит, начнем сначала Дунцова. Верю ли я, что может выдвинуться человек без согласования с Кремлем в России? Ответ – не верю. Это невозможно. В стране, где за лайки сажают, лайки против войны сажают на 7 и 10 лет, где куча уже иноагентов и людей, состоящих в реестре террористов и экстремистов, я, кстати, и там, и там, невозможно выдвижение вот так вот. Вы что себе представляете, что какая-то журналистка Дунцова может взять и выдвинуться, и ее вот так вот будут смотреть на это спокойно? Да нет, никогда в жизни. Поэтому Дунцова однозначно кандидатура, согласованная с Кремлем. Дальше. Явлинский – однозначно кандидатура, согласованная с Кремлем. Но, насколько я понимаю, Явлинский уже на выборы не идет. А идет на выборы Борис Надеждин, значит, который громко говорит о том, что он против войны, что надо уже садиться за стол переговоров, что война неправильная и так далее. Кремлем критикует войну, при этом он не иноагент и не террорист с экстремистом, что говорит о том, что он, конечно, кремлевский проект. А для чего Кремлю нужен такой кандидат? А такой кандидат нужен Кремлю для двух причин. Первое. Значит, переписать всех, кто проголосует за Надеждина. Это, значит, потенциально люди против режима. И второе. Дать Надеждину 1% в финале и сказать, посмотрите, вот у нас прошли выборы. Кандидат, который против войны, набрал 1%. Вот это реальное соотношение сил. Остальные за победу будущую нашу над Украиной, так будет Путин говорить. А вот этих вот, таких 1% всего, о чем вы говорите. Мы что, будем слушать 1%? Скажет Путин. Значит, поэтому Дунцова мимо кассы. Вот, теперь по поводу Харитонова. Почему Зюганов не пошел? Потому что Путину нужно, чтобы две категории людей были с ним в избирательных бюллетенях. Даже три. Скажу, какие три. Первое. Желательно, чтобы все по алфавиту шли после него. То есть, чтобы он был первый. Это очень желательно. И пока так и происходит. Путин, Харитонов и Слуцкий. Второе. Очень важно, чтобы не было харизматичных людей, даже старых рядом с ним. Поэтому Зюганов слишком харизматичный. Не надо, пусть будет Харитонов. Он уже раз ходил, 13% набрал в 2004 году. Да, он второе место тогда набрал. Ну, второе место. Второе, второе. Ну, второе, да, второе. 13 с чем-то процентов. Вот пусть он идет опять. И третье. Это все должны быть люди пенсионного возраста, чтобы Путин не играл против какого-то молодого человека. Они страхуются со всех сторон. Вот вам три, как я понимаю, три застарога таких. Первое. Люди пенсионного возраста должны быть с Путиным в бюллетене. Второе. Люди желательно, чтобы по алфавиту шли после буквы «П». И третье. Не харизматичные, типа Слуцкого. Кто такой Слуцкий? Это же не Жириновский покойный. Это какой-то Слуцкий. Вот. Чучело там гавкающее такое империалистическое. И Харитонов. А что такое Харитонов? Ну, Харитонов. Ну, Харитонов. 75 лет, чуваку. Коммунист. Вот. Я думаю, что они еще надежденно, конечно, поставят от типа либералов, ну, чтобы он набрал 1%. Это не выборы. Это имитация выборов. Все кандидаты, которые могли бы составить конкуренцию Путину, давно посажены. Где Навальный? Кстати, его найти не могут в тюрьме. Нет. Где Карамурза? Карамурза в тюрьме. Скоро на луга лягут белые снега. Вы говорите после алфавита. Ну, в таком случае подходит Собчак. В прошлом году она... В прошлом году, простите. На прошлых выборах она тоже баллотировалась. Там что-то полпроцента. Собчак не подходит по другим категориям. Молодая. Не надо нам молодежи рядом. И она харизматичная. Не надо нам харизматичных. Она наша. Она кремлевская. Но нам ее не нужно. От Харитона Веслуцкий вообще шикардос. Кандидатуры как на подбор. Идем дальше. Друзья, что вы думаете, есть ли какие-то... Да, кстати, там у Дунцовой все-таки не дали зарегистрироваться. Там проблемы с этим. Ну, она сейчас хочет работать штабы, объединить с Надеждиной. Ну, все это... Слушайте... Там она якобы в Яблоко обратила. А Яблоко сказала, нет, мы уже закончили. Яблоко говорит, мы не знаем, кто это. Ни один чих. Давайте, чтобы у нас не было иллюзий. Ни один чих в России не может сегодня происходить без ФСБ и без власти. Поэтому я не верю категорически ни во что спонтанно появляющееся. Это все кремлевская история. Точка. Идем дальше. Следующая история, может, и не кремлевская, но забавная и такая полуодетая. Полудурашная. Полудурашная, как и много что в России. Значит, Настя Ивлеева, кто не знает, такая достаточно популярная ведущая, блогер в России. Сначала она в интернете стала популярной, потом она стала ведущей одного из самых популярных тревел-шоу, между прочим, украинских, которые показывали и в России, и в других странах. Это «Орел и решка». И вот она вместе с коллегами из Украины в том числе ездила по миру. Потом после широкомасштабного вторжения проект закрылся. Так вот, Настя Ивлеева организовала в России вечеринку. Она стала достаточно популярной, такая пришла. Новая Бузова, что ли. И она организовала вечеринку, практически обнаженный, там был дресс-код, который назывался «Практически обнаженный». Пришли престарелые, простите, Лолита, ничуть не моложе Киркоров, сама Ивлеева, какой-то молодой рэпер с носком на причинном месте. Ну, еще там несколько человек. Значит, скандал в России, перескандал из-за этого. И ЛГБТ обвиняют их в том, что они пропагандируют ЛГБТ-ценности. Значит, они уже все переизвинялись. Ивлеева извинилась, пообещала там какие-то на благотворительность отправить деньги с этого мероприятия. Киркоров встретился с Песковым на мероприятии его жены, не Киркорова жены, Песковой жены, Навки. Значит, и там объяснял Пескову, что я не виноватая, я он сам пришел. В общем, жуткий скандал. Все это на фоне того, что Путин объявил войну ЛГБТ-движению и объявил следующий год годом семьи. Дмитрий Ильич, что вы думаете по поводу всего этого шабаша? Первое. Значит, и Киркоров, и Собчак, и Лолита, и Ивлеева шагу не ступят без согласования с властью. Поэтому то, что они на это пошли, я в этом усматриваю на 90% то, что это согласованное было действие с властью, для переотвлечения внимания русских людей от военной тематики. Вот вам кость, обсуждайте голую вечеринку. Не надо обсуждать то, что солдаты с фронта не возвращаются, что их убивают массово, что мобилизация идет. Это обсуждать не надо. Обсуждайте голых Киркорова, Собчак и Лолиту у Ивлеевой. Вот это хорошая тема. Поэтому я считаю на 90%, с вероятностью на 90%, что это согласованная с Кремлем история. Это первое. Второе. Вы знаете, поход против ЛГБТ, объявленный Путиным, выглядит, конечно, очень смешно. Во-первых, это отвратительно само по себе преследовать людей только за то, что они имеют другую сексуальную ориентацию. Это отвратительно. Государство, любое государство, не имеет права лезть никому в постели. Если человек хочет распоряжаться своей задницей так, как ему хочется, пусть распоряжается. Это его личное право. Такая вольная формулировка ценности ЛГБТ-движения. Нет, ЛГБТ-движение, смотрите, я человек демократичный, и я уважаю право выбора каждого человека. Кто-то хочет быть геем, это его право. Кто-то хочет любить девушек, девушка, это ее право. Государство не имеет права соваться к ним в личную жизнь. Мне не нравится, сразу вам скажу, пропаганда ЛГБТ. Пропаганда мне не нравится. Я же не пропагандирую традиционные ценности. Ну, чего геем пропагандировать ЛГБТ? Не надо этим заниматься. Но это право каждого человека жить так, как он хочет. Что делает Россия? Россия вообще живет под войным стандартом. И это вызывает самое большое омерзение. Это скотство. Потому что в России, как и в любой другой стране, очень много геев у власти, и очень много геев являются видными деятелями в разных сферах. Но в России это не геи, это гомосексуалисты. Чтобы не сказать хуже. Геи это в цивилизованных странах. Поэтому очень смешно, конечно, когда государство России борется против ЛГБТ, при этом Дмитрий Медведев является гомосексуалистом. Спикер Госдумы Володин является гомосексуалистом. Бывший спикер Госдумы Селезнев является гомосексуалистом. Он, кстати, жил одно время с Николаем Басковым. Значит, когда икона покойный Жириновский являлся гомосексуалистом. Когда Греф, Герман Греф, является гомосексуалистом. Это я все перечисляю лидеров. Когда Миллер, руководитель Газпрома, президент Газпрома, является гомосексуалистом. Ну, вы против них будете бороться? Теперь переходим к искусству. Да, я уже не говорю о том, что патриарх Кирилл является гомосексуалистом. Все лидеры Русской Православной Церкви являются гомосексуалистами. Я вам скажу больше. Среди видных священников в России не гомосексуалистов практически нет. Потому что... Дмитрий, давайте будем современными, идти в ногу со временем, правильно говорить гомосексуалы. Гомосексуалы. Гомосексуалы? Хорошо, давайте. Гомосексуалы. Нет, русские, они не гомосексуалы, они... Ары. Вот. Но мы будем хорошо, как вы скажете, называть их гомосексуалами. То есть, я еще раз говорю, в Русской Православной Церкви, среди батюшек всех этих, если попадется кто-то традиционной ориентацией, это будет удача большая. Потому что все, начиная с Кирилла, ну там поголовно, любят розовощеких мальчиков. Теперь переходим... Вась, а что делать? Это правда. Я вам скажу больше. Вы знаете, я сейчас тут ни в коем случае не хочу оправдать это, но в католическом мире такие случаи тоже, к сожалению, бывали. Я же не про католический мир говорю, я говорю про Россию, которая запрещает ЛГБТ. Дальше. Среди военной верхушки, чтобы вы знали, очень много гомосексуалов. Среди военной российской верхушки все эти генералы, очень много гомосексуалов. Теперь переходим к искусству. Вообще, если посмотреть на историю Советского Союза, историю репрессий, те, кто подгавкивали сначала репрессиям, потом становились жертвами репрессий. И пусть об этом знают все эти остервенело-лижущие каблуки власти деятели русской культуры. Все их можно назвать деятелями культуры. Потому что следующими под раздачу попадут они. Умные уехали уже. Алла Борисовна с Максимом уехали. Борис Борисович уехал. Андрей Макаревич уехал. И так далее, и так далее. Умные уехали. Остались те, кто молчат, и те, кто активно поддерживают. Вот те, кто активно поддерживают, следующими рискуют попасть под раздачу власти. Это я к голой вечеринке возвращаюсь. Очень смешно, конечно, когда поддерживает борьбу с ЛГБТ гомосексуалист Никита Михалков. Он является гомосексуалистом. Это человек... Гомосексуалист. Гомосексуалист. Это человек, который на протяжении всей своей жизни в искусстве активно жил с мужчинами. С Юрием Богатыревым, прекрасным актером. С Олегом Меньшиковым, прекрасным актером, который сегодня активно подгавкивает Путину и руководит театром имени Ермоловой. Да, Олег Меньшиков гомосексуал. И у них был длительный роман с Никитой Михалковым. Об этом знают все, кому положено знать. Поэтому Никита Михалков, когда борется с ЛГБТ, пусть на себя сначала посмотрит. Но он же вообще... Это человек абсолютно аморальный, бессовестный, который будет всегда с властью. Дальше. Филипп Киркоров, он кто? Любитель женщин, что ли? Нет, гомосексуал. Басков, гомосексуал. Да там на этой эстраде Лазарев, гомосексуал. Боже, Дима Билан, гомосексуал. А кто там традиционной ориентации, скажите мне? Ну, только Розенбаум остался слепцем, наверное. Все остальные из той когорты. Ну, каково им смотреть, как государство остервенело борется с ЛГБТ? Двойные стандарты, ребята. Поэтому, возвращаясь к этой полой вечеринке, я хочу сказать, что я не удивлюсь, если, когда Россия войдет в РАЖ, в анти-ЛГБТшный РАЖ, я не удивлюсь, если и Михалкова, и его любовника Меньшиков, и Лолиту, и Киркорова, и Собчак, всех просто посадят. Разменяют. Потому что государство, в российском понимании, превыше всяких личных обязательств и так далее. Поэтому пусть они хорошенько подумают. Евгений Миронов, тот же артист, который радостно поддерживает Путин. Он тоже гомосексуал, если кто не знает. Пусть они радостно 150 раз подумают, стоит ли так лизать жопу Путину. Дмитрий Дюжев, если кто не знает, гомосексуал. Он типа Анин рассказывал еще про Сухоруков. Сухоруков актер, брат два, который и брат гомосексуал. Да там их пруд пруди. Вся российская культура гомосексуальна, по сути. А что же вы поддерживаете тогда, мерзавцы? Что вы поддерживаете Путина, когда он борется с ЛГБТ? Как вы себя чувствуете после этого? Да там клейма на них негде ставить. Друзья, дорогие зрители, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал «В гостях у Гордона». Олеся Бацман, Дмитрий Гордон, на мой канал, пожалуйста, тоже подпишитесь. И телеграм-канал Дмитрия Гордона, пожалуйста, не забывайте подписаться. Идем дальше. Дмитрий, вам пишут. Я подумал, как хорошо, что у нас в Украине не преследуют ЛГБТ. Иначе государство преследовало бы Иванова и Петрова с канала Исландии. Этих двух гомосексуалов. Которые, являясь русскими фсбшными засланцами, одновременно засранцами, быстренько выучили украинский язык, рассказывают нам по-украински, как надо Родину любить, при этом выполняют задания России. Вот хорошо, что у нас ЛГБТ не преследуют. Самый внимательный зритель, напишите, пожалуйста, сколько раз за сегодняшний эфир прозвучало слово «гомосексуал». В комментариях напишите.